Когда битва закончилась, Дэнни проехала на Серебрянке по полям мертвых. Служанки и мужчины ее кхаса следовали за ней, улыбаясь и перешучиваясь. Копыта дотракийских коней изрыли землю и втоптали в нее рис и чечевицу, а аракхи и стрелы посеяли новый страшный урожай, полив его кровью. Умирающие кони поднимали головы и ржали. Раненые стонали и молились. Джак Кархан, мужи милосердия, тяжелыми топорами снимали урожай голов с мертвых и умирающих. За ними сновала стайка девочек, они вытаскивали стрелы из трупов. Последними приходили собаки, дикая стая, которая никогда не отставала от Кхаласара. Первыми погибли овцы, казалось, их были тысячи. Из каждой туши торчали древки стрел. Дэнни знала, что это сделали всадники Кхала-Ога. Ни один человек из Кхаласара-Дрога не стал бы тратить стрелы на овец, когда предстояло убить пастухов. Город горел. Черные клубы дыма поднимались в синее небо. Под разрушенными земляными стенами разъезжали всадники. Женщины и дети из Кхаласара-Ога шли с угрюмой гордостью, которой их не могли лишить даже поражения и неволя. Теперь они стали рабами, но, казалось, не боялись этого. С горожанами все было иначе. Дэнни жалела их, а напомнила, каково это – испытывать ужас. Матери, спотыкаясь, шли с пустыми мертвыми лицами, ведя за руки рыдающих детей. Среди них было всего несколько мужчин – коллег, трусов и стариков. Сир Джорах говорил, что жители этой страны называли себя лхазарянами, но дотракийцы звали их хаэшракхи – ягнячьим народом. Прежде Дэнни могла бы принять их за дотракийцев. У них была такая же медная кожа и миндалевидные глаза. Теперь они казались ей чужаками – коренастые, плосколицые. Их черные волосы были неестественно коротко подстрижены. Они пасли овец и ели овощи. Сир Джорах встретил ее у разбитых ворот. Поверх кольчуги на нем был темно-зеленый плащ. Дотракийцы насмехались над ним, называя трусом, когда он надевал доспехи. Рыцарь отвечал оскорблениями. Вспыхнула ссора. Меч столкнулся с Аракхом. Всадник, чьи насмешки были громче всех, был оставлен позади истекать кровью. Подъехав к ней, сир Джорах поднял забрало шлема. «Ваш благородный муж ожидает вас в городе». «Дрога не пострадал?» «Несколько порезов», – ответил сир Джорах. «Ничего серьезного. Сегодня он убил двух кхалов. Сперва кхала Ога, а потом его сына Фога. Его кровные срезали колокольчики с их коз. И теперь каждый шаг кхала Дрога стал еще громче. Кхал Ога и его сын делили высокую скамью с ее благородным мужем на празднике, где был коронован Визерис. Ну а это было в Аэс-Дотрак, у подножия матери гор, где все всадники были братьями. Здесь, в степи. Все было по-другому. Кхаласар Ога атаковал город, когда кхал Дрога застал дотракийцев врасплох. По ту сторону дороги девушка, не старше Дени, рыдала высоким тонким голосом, когда всадник толкнул ее лицом вниз на груду трупов и вошел в нее. Другие всадники спешивались, занимали очередь. «Я от крови дракона», – напомнила себе Дейенерис, отворачиваясь. Сжав губы и ожесточив свое сердце, она поскакала к воротам. «Большая часть кхаласара Ога бежала», – сказал сир Джорах. «И все же там может быть до десяти тысяч пленников, рабов», – подумала Дени. Кхал Дрога погонит их к одному из городов в заливе работорговцев. Ей хотелось плакать, но она сказала себе, что должна быть сильной. «Это война. Такой будет цена железного трона». «Я сказал к халу, что он должен отправиться в Меерин», – сказал сир Джорах. «Там заплатят больше, чем он получил бы от каравана работорговцев». И Лирио пишет, что в прошлом году у них была чума, и бордели платят двойную цену за здоровых молодых девушек и тройную – за мальчиков младше десяти лет. «Если дети выдержат дорогу, на золото мы купим нужные нам корабли и наймем людей, чтобы управлять ими». Позади них девушка, которую насиловали, издала душераздирающий, долгий, рыдающий вопль, который продолжался, продолжался и продолжался. «Пусть они остановятся», – приказала она Сиру Джораху. Кхалиси голос рыцаря звучал озадаченно. «Вы слышали мои слова», – сказала она. «Остановите их. Чхого Куаро, помогите Сиру Джораху. Я не хочу насилия». Воины обменялись озадаченными взглядами. Мормонт подъехал к ней. «Принцесса, у вас мягкое сердце, но вы не понимаете. Так было всегда. Эти мужи проливали кровь за Кхала. Теперь они требуют своей награды». Та девушка все еще рыдала. Место первого дотракийца занял второй. «Это ягнячья девка», – сказал Куаро на дотракийском. «Она ничто, Кхалиси. Всадники оказывают ей честь. Все знают, что ягнячие мужчины любят и овец». «Это все знать», – сказала Ирри. «Все знать», – подтвердил Чхого со спины жеребца, которого ему подарил Дрога. «Если ее вопли оскорбляют твои уши, Кхалиси, Чхого принесет тебе ее язык». «Я не хочу, чтобы ей причинили вред», – сказала Денни. «Она будет моей. Делай, как я приказываю, или Кхалдрога захочет узнать, почему ты отказался». «Ай, Кхалиси», – ответил Чхого, ударив татками в бока коня. Куарро и остальные последовали за ним. «Ступайте с ними», – приказала она Сиру Джораху. «Как прикажете». Рыцарь бросил на нее странный взгляд. «А знаете, вы действительно сестра своего брата. Визериса?» Она не поняла его. «Нет, Реегара», – ответил рыцарь и направился прочь. Денни услышала крик Чхого. Насильники рассмеялись. Один мужчина крикнул в ответ. Арах Чхого сверкнул, и голова мужчины слетела с плеч. Смех превратился в проклятие. Всадники потянулись к оружию, но к тому времени Куарро, Аго и Ракхарро уже были там. Денни видела, как Аго указал на нее. Всадники посмотрели на нее холодными черными глазами. Один плюнул. Другие, недовольно бармача, пошли к своим лошадям. Все это время мужчина, оседлавший ягнячью девушку, продолжал свое дело, не замечая, что происходит вокруг. Сир Джорах спешился и оторвал его от жертвы. Дотракейц растянулся в грязи, вскочил с ножом в руке и умер, получив в горло стрелу Аго. Мормонт поднял девушку с груда трупов, завернул ее в свой забрызганный кровью плащ и повел к Денни. Девушка дрожала. Ее глаза были широко раскрыты, а волосы испачканы кровью. Дареа, позаботься о ее ранах. Остальные за мной. Она послала серебрянку через сломанные деревянные ворота. В городе было еще хуже. Дома горели, и Джакархан делали свою страшную работу, заполняя улицы безголовыми трупами. Они проезжали мимо других изнасилованных женщин. И каждый раз Денни останавливала коня и объявляла жертву рабыней. Одна из них, коренастая сорокалетняя женщина с приплюснутым носом, запинаясь, благословила Денни на общем языке. Но остальные отвечали равнодушными, черными взглядами. Она с грустью осознала, что они относились к ней с подозрением. Боялись, что она спасла их для какой-то худшей участи. «Ты не можешь взять всех себе, дитя», – сказал сир Джорах, когда они остановились в четвертый раз. «Я Кхалиси, наследница Семи Королевств. Кровь дракона», – напомнила ему Денни. «Не тебе указывать мне, чего я не могу сделать». Они нашли Кхала Дрога перед квадратным храмом без окон с толстыми глинобитными стенами и выпуклым куполом, похожим на огромную луковицу. Рядом с ним была куча голов, поднимавшаяся выше его роста. Одна из стрел пронзила предплечье Кхала. Кровь покрыла левую сторону груди. Трое кровных были возле Дрога. Чхеку помогла Денни спешиться. Она опустилась на колени перед Кхалом. «Мое солнце и звезды ранен». Порез Аракха был широким, но неглубоким. Левого соска не было, и лоскут окровавленной кожи свисал с груди, как мокрая тряпка. «Это царапина, луна моей жизни». «От Аракха одного кровного всадника Кхала Ога», – сказал Дрога на общем языке. «Я убил его за это». И Ога тоже. Он повернул голову. Колокольчики в его косе тихо зазвенели. «Ни один муж не устоит перед солнцем моей жизни», – проговорила Денни. «Отцом жеребца, который покроет весь мир». Подъехал воин. Он спрыгнул с коня и заговорил с Хакго на гневном дотракийском. Слишком быстром, чтобы Денни могла его понять. Прежде чем повернуться к Дрога, огромный кровный всадник мрачно поглядел на нее. «Это Маго». Он говорит, что Кхалиси забрала его добычу – ягнячью девку, которую он мог по праву покрыть. Лицо Кхала Дрога было спокойным и жестким, но в его черных глазах, устремленных над Денни, светилось любопытство. «Говори мне правду, луна моей жизни», – приказал он на дотракийском. Денни рассказала, что она сделала на его родном языке, чтобы Кхал лучше понял ее простыми и прямыми словами. Выслушав, Дрога нахмурился. «Таков путь войны. Теперь эти женщины – наши рабыни, и мы можем делать с ними все, что захотим. Мне приятно оберегать их», – сказала Денни, гадая, «не позволила ли она себе слишком много». «Если твои воины хотят оседлать этих женщин, пусть делают это мягко и оставят себе в качестве жен. Дай им место в Кхаласаре, чтобы они рожали сыновей». Квота всегда был самым жестоким и скромных. Именно он рассмеялся. «Атовцы, разве может родиться конь?» Что-то в его тоне напомнило ей Визериса. Денни сердито повернулась к нему. «Дракон ест и коней, и овец», – Кхал Дрога улыбнулся. «Видите, какой свирепой она становится? Это мой сын. Жеребец, который покроет мир, наполняет ее своим огнем. Скачи помедленней, Квота. Если мать не испепелит тебя на этом самом месте, значит, сын ее втопчет тебя в грязь. А ты, маго, придержи свой язык и найди себе другую овцу. Эти принадлежат моей Кхалиси». Он начал протягивать руку к Дейенерис, но поморщился от внезапной боли и повернул голову. Денни почти чувствовала, как он страдает. Раны были серьезнее, чем сир Джорах заставил ее поверить. «А где целители?» – спросила она. В Кхаласаре они были двух видов – бесплодные женщины и рабы-евнухи. Знахарки занимались мазями и заклинаниями, а евнухи действовали огнем, ножом и иглой. Кхал отослал безволосых людей прочь к Халиси, ответил ей старый Кохолла. Дей не заметила, что кровный сам получил рану. «Многие всадники ранены», – упрямо сказал Дрога. «Пусть они первыми получат лечение». Эта стрела не более чем укус мухи, а маленький порез превратится в новый шрам, которым я буду хвастать перед своим сыном. Дей не могла видеть мышцы на его груди там, где была срезана кожа. Струйка крови потекла из раны от стрелы, пронзившей его руку. «Кхал Дрога не должен ждать», – провозгласила Дэнни. «Чхого, разыщи евнухов и немедленно приведи их сюда». «Серебряная госпожа», – произнес женский голос позади нее. «Я могу помочь великому всаднику с его ранами». Дэнни повернула голову. Говорила одна из рабынь, которых она забрала себе. Грузная плосконосая женщина, которая благословила ее. «Кхал не нуждается в помощи женщин, которые спят с овцами», – рявкнул Квота. «Акго, отрежь ей язык». Акго схватил женщину за волосы и прижал нож к ее горлу. Дэнни подняла руку. «Нет, она моя. Пусть говорит». Акго перевел взгляд с нее на Квота и опустил нож. «Я не хочу вам зла, свирепые наездники». Женщина хорошо говорила по-дотракийски. Одеяния, которые она носила, были сшиты из тончайшей шерсти и богато украшены вышивкой. Но теперь они были покрыты грязью и кровью и разорваны. Женщина прижимала оторванный верх платья к своей тяжелой груди. «Я умею исцелять». «Кто ты?» – спросила Дэнни. «Меня зовут Мири Маздуур. Я божья жена из этого храма». «Мейега», – проворчал Хакго. Дэнни вспомнила это слово из жуткой истории, которую однажды ночью ей у костра рассказала Чхику. «Мейегами» звали женщин, которые спали с демонами и практиковали самое черное колдовство. Мерзкое существо, злое и бездушное, которое в темноте ночи нападало на людей, высасывая из них жизнь и силу. «Я целительница», – проговорила Мири Маздуур. «Целительница овец», – усмехнулся Квота. «Кровь моей крови, прошу тебя, убей эту Мейегу и дождись без волосых». Дэнни проигнорировала Кровного. «Эта старая и такая домашняя с виду женщина не казалась Мейегой. Где-то научилась целительному искусству, Мири Маздуур. Моя мать была божьей женой. Она научила меня песням и заклинаниям угодным великому пастырю. Научила делать священные благовония и мази из листьев, корней и ягод. А когда я была моложе и красивее, то сходила с караваном в Ашшай, чтобы учиться у их магов. В Ашшай приходят корабли из многих стран, и я задержалась там, изучая способы исцеления далеких народов. Лунная певица из Джога Сенхай обучала меня родовспомогательным песням. Женщина из вашего народа научила меня магии травы, пшеницы и лошадей. А мейстер из закатных земель открыл передо мной тело и показал все секреты, которые скрываются под кожей. Сир Джорах Мармонт переспросил. Мейстер? Он назвал себя Марвином, ответила женщина на общем языке. Из семи земель, сказал он. Закатных земель. Там, где люди выкованы из железа, оправят ими драконы. Он научил меня этой речи. Мейстер Вашая, задумчиво произнес сир Джорах. Скажи мне, Божья жена, что носил этот Марвин на шее? Цепь, столь тугую, что казалось будто она душит его, железный господин. Звенья ее были выкованы из многих металлов. Рыцарь посмотрел на Денни. Только человек, обученный в цитадели староместа, носит такую цепь, сказал он. Такие люди действительно много знают о целительстве. Почему ты хочешь помочь моему Кхалу? Нас учат тому, что все люди – единое стадо, ответила Мирримас Дуур. Великий пастырь послал меня на землю лечить его ягнят, где бы они ни жили. Квота отвесил ей хлесткую пощечину. Мы не овцы, Мейега. Прекрати, сердито сказала Денни. Она моя. Я не позволю причинить ей вред. Кхал Дрога проворчал. Стрела должна выйти, Квота. Да, великий наездник, наклонила голову Мирримас Дуур. А твою грудь следует промыть и зашить, чтобы рана не воспалилась. Тогда делай, приказал Кхал Дрога. Великий наездник, сказала женщина. Мои инструменты и снадобья находятся в доме Бога, где целебные силы наиболее сильны. Я понесу тебя кровь моей крови, предложил Хавго. Кхал Дрога отмахнулся. Я не нуждаюсь в помощи мужчины, сказал он твердо. Стоял Дрога без посторонней помощи, и Денни быстро придвинулась к нему. Я не мужчина, прошептала она. Ты можешь опереться на меня. Дрога положил огромную руку ей на плечо. Они направились к большому храму. За ними следовали трое кровных всадников. Денни приказала Сиру Джороху и воинам ее Кхаса охранять вход и убедиться, что никто не подожжет здание, пока они будут внутри. Через ряд передних комнат они прошли в высокий центральный зал под куполом. Слабый свет проникал сквозь скрытые окна наверху. Несколько факелов дымили на стенах. Земляной пол прикрывали разбросанные овечьи шкуры. Сюда, сказала Мирри Маздуур, указывая на алтарь. Массивный камень с голубыми прожилками, на котором были вырезаны пастухи и их стада. Кхал Дрога лег на него. Старуха бросила горсть сушеных листьев на жаровню, и палата наполнилась ароматным дымом. «Лучше, если вы подождете снаружи», сказала она остальным. «Мы кровь от его крови», проговорил Кохолла. «И мы ждем здесь». Квота шагнул к Мирри Маздуур. «Знай, жена овечьего бога, повредишь Кхалу, встретишь ту же участь». Он вытащил свой нож для снятия шкур и показал ей лезвие. Она не причинит вреда. Дэнни чувствовала, что может доверять этой простой невзрачной старухе. В конце концов, она спасла ее от рук насильников. «Если вы должны остаться, тогда помогите», сказала Мирри. «Великий всадник слишком силен для меня. Держите его, пока я буду извлекать стрелу». Мирри Маздуур позволила лохмотьям платья упасть. Открыла резной сундук и занялась бутылочками и коробочками, ножами и иголками. Подготовившись, она отломила зазубренный наконечник стрелы и вытащила древко, распевая что-то на певучем языке алхазарина. Она вскипятила вино и вылила его на раны. Кхал-дрога проклял ее, но не пошевелился. Она перевязала рану от стрелы влажными листьями и занялась раной на груди, смазав ее бледно-зеленой пастой, прежде чем вернуть лоскут кожи на место. Кхал стиснул зубы и проглотил крик. Достав серебряную иголку и катушку шелковых ниток, божья жена начала сшивать плоть. Закончив, она намазала шов красной мазью, присыпала листьями и обернула грудь Кхала куском овечьей шкуры. Ты должен читать молитвы, которым я научу тебя, и держать шкуру ягненка на месте десять дней и десять ночей. Когда заживет, будет жар, зуд и останется большой шрам. Кхал-дрога сел, зазвенев колокольчиками. Я пою о моих шрамах, ягнячья женщина. Он согнул руку и нахмурился. Не пей ни вина, ни макового молока, предупредила она его. Тебе будет больно, но тело твое должно быть сильным, чтобы одолеть ядовитых духов. Яг-хал, сказал дрога. Я плюю на боль и пью, что хочу. Кохола, принеси мой жилет. Я слышала, что ты знаешь повивальные песни, обратилась Дэнни к женщине. Я знаю все секреты кровавого ложа, серебряная госпожа. И я ни разу не потеряла жизнь ребенка, ответила Мири Маздулур. Мое время близко, сказала Дэнни. Я бы хотела, чтобы ты приглядела за мной, когда начнутся роды. Если ты не против. Кхал дрога рассмеялся. Луна моей жизни. Ты не спрашиваешь рабыню. Ты ей приказываешь. Он спрыгнул с алтаря. Пойдемте. Жеребцы зовут. Это место превратилось в пепел. Пора ехать. Хаггу последовал за Кхалом из храма. Но Квота задержался, чтобы удостоить Мири Маздулур пристальным взглядом. Запомни, Мейега. От здоровья Кхала зависит твое собственное здоровье. Как скажешь, наездник. Ответила женщина, собирая горшочки и флаконы. Великий пастырь охраняет свое стадо. В сериале нет ни слова о том, что помимо города Лхазарян, дрога напал на Кхаласар Кхала Ога и убил его самого и его сына. В сериале Денни как дурочка спрашивает, что сделали Лхазаряне и почему их убивают люди ее мужа. А в книге она все прекрасно понимает. В сериале Джорах не сравнивает Денни с Рейгаром. В сериале у дрога была одна рана, а в книге две. В сериале дрога убивает магу и именно сражаясь с ним получает ранение. В книге все было не так. В книге Мири лечит Кхала в храме. В сериале Денни не просит Мири помочь ей при родах. Итак, мы видим последствия битвы, устроенной Дрога. Чтобы идти на Бестерос, ему нужны деньги, которые он собирается получить от продажи рабов. Причем он проявляет хитрость и коварство, захватывая не только ягнячий народ, но и Кхаласар Кхала Ога. Раньше мы только слышали о том, что дрога великий воин. Теперь же мы наглядно можем в этом убедиться. Денни, видя к чему уже привело ее стремление к трону, первое время проявляет стойкость, но быстро ломается. И ее, безусловно, можно понять. Однако мне кажется, что Денни спасла этих женщин не потому, что она такая добрая, а чтобы ее потом совсем уж насмерть не загрызла совесть. Потому что да, этих женщин она спасла. А как же маленькие девочки и мальчики, с которыми непонятно что, или понятно что, но от этого еще хуже, будут делать в борделях? А как же убитые и изнасилованные женщины, которым просто не посчастливилось попасться на глаза серебряной госпожи? А как же мирные мужчины, которые пахали землю и пасли стада? Их, Денни, не жалко? Их, она, не хочет спасти? Ах да, даже если она и хочет их спасти, то не может. У кого-то же нужно продать в рабство, чтобы нанять корабли и матросов. С одной стороны, хорошо, что Денни спасла хоть кого-то. Но вот с другой, мне кажется, это была просто попытка немножко обелить себя в собственных глазах. Но вот в моих этот поступок Денни не сделал ее хорошей. Да и спасенные женщины ненавидят серебряную госпожу. Правда, юная Кхалиси не понимает почему. При этом ей наверняка было приятно, когда Джорах сравнил ее с добрым братом Рейгаром. Из воспоминаний героев книги мы знаем, что он был хорошим человеком. Но, к сожалению, не очень умным. Потому что только полный кретин, будучи женатым наследником престола, завел бы себе тайную вторую жену. Мы уже обсуждали это с вами в комментариях. Рейгар должен был понимать, к чему это может привести, учитывая, что у его второй жены вообще-то был жених. Но наследник престола об этом как-то не подумал. Вот и Денни не думает. Этим они тоже похожи. Денни чувствует, как растет ее влияние и вмешивается туда, куда не следовало бы. Дрога, как предводитель войска, отослал медиков, чтобы сначала они помогли его людям. Это было очень благородно. И он бы дождался. И все было бы хорошо, если бы не вмешалась Денни. Как говорит моя подруга, не надо трогать работающую систему. Дрога и без Денни сражался, получал ранения, терпел боль и ждал лекарей. Как-то справлялся и без ее опеки. Но Денни, хоть и жена, но еще девочка. Она не может не воспользоваться своей властью над Кхалом. И начинает командовать. А еще она настолько уверена в белизне своего пальто. Настолько уверена в собственной непогрешимости и в том, что принесла этим женщинам добро. Что считает, что они ей, безусловно, должны быть благодарны. Особенно та, что благодарила громче всех. И она верит Мири Маздур. Но давайте пока не будем забегать вперед. Последствия этого поступка обсудим, когда прочитаем о нем. Из того, что можно сказать сейчас, замечу, что Дрога положили на алтарь. Поэтому, учитывая, что ни Денни, ни мы не знаем, что Мири наносила на ранок Хала, и каким именно молитвам она собирается его учить, все это действие похоже на жертвоприношение богу Лхазарян. Видимо, у Мири сразу созрел план отмщения, и она начала приводить его в исполнение. В этой же главе мы слышим о Мейстере Марвине, который учил Мири секретам анатомии. Я делала о Мейстерах и их Ордене большое видео. Если интересно, ссылка будет в правом верхнем углу и в описании. А сейчас, что думаете вы, пишите в комментариях, будем обсуждать. Если вам нравится пересказ Игры Престолов, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и не забывайте, мы то, что мы читаем. До скорого. Пока!